Всем привет! В эфире канал УТС Мировые Новости в студии Дмитрий Белькевич. И через несколько секунд я расскажу вам много интересного о событиях, людях и курьезах, произошедших в разных странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. Как видите, краны работают и следственный отдел перевозит тела. Погибших на данный момент 18. Их еще не опознали. Крупная автомобильная авария в Мексике унесла жизни почти двух десятков человек. Столкнулись бензовоз и автобус, что стало причиной катастрофы. Большое яблоко точит страшная болезнь. Полиумилит стал причиной новой массовой вакцинации в самом большом городе США. В США установили новый мировой рекорд, соорудив конструкцию домино длиной свыше 50 метров. Сколько над ней трудились и как быстро ее удалось разрушить. Сгорели заживо пассажиры автобуса, в который врезалась грузовая цистерна с топливом. Подробности прямо сейчас. Почти два десятка человек стали жертвами жуткого ДТП, произошедшего в Мексике. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские. Пока установлено, что у бензовоза оторвался прицеп и он столкнулся с пассажирским автобусом. Трагедия в Мексике. Бензовоз врезался в пассажирский автобус. Это произошло в штате Тамаулипас на севере страны на трассе Виктория-Монтерей. Вспыхнул пожар. К сожалению, погибших много. Как видите, краны работают, и следственный отдел перевозит тела. Погибших на данный момент 18. Их ещё не опознали. Как сообщается, инцидент произошёл на рассвете. По предварительной версии следствия, у большегруза с двумя полуприцепами оторвалась цистерна. Именно она и врезалась в автобус. Пожар охватил оба транспортных средства. Пассажиры в автобусе сгорели заживо. Как сообщается, водитель бензовоза пытался сбежать с места происшествия. Его задержали для выяснения обстоятельств. Полиция штата обещает наказать виновных. Дефицит энергоресурсов вынуждает власти французских городов переходить на режим строжайшей экономии. Вечерами муниципалитеты покружаются во тьму, а в общественных зданиях понизили температуру отопительной системы. Знаковые достопримечательности Лили на севере Франции остались без подсветки. Так власти экономят электроэнергию. Она стремительно дорожает. К тому же приближаются холода. Теперь 10 зданий в разных районах города по вечерам погружаются в темноту. «То, что мы отключили подсветку, позволит нам экономить 170 тысяч киловатт-часов или 30 тысяч евро в месяц». Власти надеются, что местные жители отнесутся к новым мерам с пониманием. Но они нравятся не всем. «Стало немного мрачно, и это печально. Раньше такие здания, как Дворец изобразительных искусств, были красиво освещены. Между колоннами не было яркого света, но всё выглядело величественно. Ночью это смотрелось эффектно». Также в городе понизят температуру отопления в большинстве общественных зданий и бассейнов закроют тропический сад и два фонтана. Власти планируют в целом сократить энергопотребление на 7%. Это позволит экономить миллион евро в год. Подобные меры приняли и в Нанте. Ожидается, что этому примеру вскоре последуют другие города, такие как Париж, Страсбург и Реймс. То ковид, то обезьянье оспой. Тут ещё и новая, вернее, хорошо забытая старая болячка всплыла в Нью-Йорке. Полиомиелит может поразить местных жителей. В регионе объявили экстренную вакцинацию. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоул объявила чрезвычайную ситуацию и призвала людей активно вакцинироваться от полиомиелита. Вирус обнаружили в пробах сточных вод, взятых в четырёх округах. Так, в августе его нашли на Лонг-Эйленде, который граничит с районом Квинс в Нью-Йорке. Также положительный результат дали пробы в округах Рокленд, Ориндж и Салливан, расположенных к северу от города. При этом в июле первой почти за десятилетия подтверждённой случай полиомиелита в США был выявлен взрослого человека в округе Рокленд. В некоторых случаях полиомиелит может вызвать необратимый паралич, но его можно предотвратить с помощью вакцины. Впервые препарат выпустили в 1955 году. Хотя лекарств от болезни не существует, три дозы вакцины обеспечивают почти стопроцентный иммунитет. Болезнь угрожает людям всех возрастов. Однако в особенной зоне риска находятся дети в возрасте трёх лет и младше. Теперь власти штата призывают массово делать прививки всех взрослых, а также приводить на вакцинацию детей. Они также говорят, что привитым стоит получить пожизненную бустерную дозу. Как ожидается, фельдшеры, акушеры и фармацевты штата смогут делать прививки детям по своему усмотрению. А поставщики медицинских услуг должны будут обновлять данные о вакцинации. Чрезвычайное положение будет действовать до 9 октября. Чиновники поставили перед собой цель вакцинировать 90% жителей Нью-Йорка. При этом они говорят, что в округе Оринж самый низкий уровень вакцинации среди всех в штате. Иммунизированы менее 59% жителей. Пусти козла в полицейскую машину, он все улики сожрет. Именно так и произошло в США. Шериф из штата Алабама Кейси Троуэр находился при исполнении. Он занимался доставкой судебных документов и оставил дверь своей машины открытой после очередной такой доставки. Возвращаясь к транспортному средству обнаружил двух порнокопытных. Происходящее снял на видео и оно попало в сеть. Страж порядка пытался прогнать коз, но было это нелегко. В итоге животные съели часть важных документов. Уникальную находку сделали в Грузии. То, что попало в руки археологов, позволит кардинально пересмотреть подходы к изучению истории миграции населения планеты, происходившей 2 миллиона лет назад. Что же такое обнаружили в недрах Земли, расскажем прямо сейчас. Археологи в Грузии нашли зуб возрастом 1,8 миллиона лет. Он принадлежит человеку. Учёные говорят, что это место может оказаться одним из самых ранних доисторических поселений людей в Европе. Зуб был обнаружен недалеко от деревни Размани, примерно в 100 километрах к юго-западу от Белиси. Это недалеко от города Дмониси, где в конце 90-х и начале нулевых были обнаружены человеческие черепа возрастом 1,8 миллиона лет. Находки в Дмониси были старейшим из подобных открытий в мире за пределами Африки. Они изменили представление учёных о миграции древних людей. По словам экспертов, новая находка близ деревни Размани ещё раз доказывает, что гористая местность Южного Кавказа, вероятно, была одним из первых мест, где первые люди поселились после миграции из Африки. «Это самая древняя находка человека в Евразии, ровесница находок в Дмониси. Сейчас в Грузии есть два важнейших места, показывающих пути расселения человека из Африки». По мнению археологов, зуб принадлежит двоюродному брату Зезвы и Мзии. Так назвали два черепа из Дмониси. «Это закрепляет за Грузией статус действительно важного места для палеоантропологии и человеческой истории в целом». Возраст самых старых из обнаруженных останков людей в мире 2,8 миллиона лет. Это фрагменты челюсти, обнаруженные в Эфиопии. Учёные считают, что древние люди, вероятно, начали мигрировать из Африки около 2 миллионов лет назад. И напоследок новый мировой рекорд зарегистрировали в Книге рекордов Гиннесса. Группа энтузиастов из США составила самую длинную в мире стену из домино. Для того, чтобы каждый элемент сложной мозаики подтолкнул следующий, и всё это попало на видео, оператору пришлось потратить почти 7 минут. Зрелище и вправду захватывающее, ведь длина этой крупкой конструкции составила 51 метр и 70 сантиметров. Над ней в течение месяца трудилась команда из 9 человек, а регистрация рекорда состоялась в городе Тейлор в штате Мичиган. На этом всё. Ещё больше интересных новостей в телеграм-канале нашей программы. Адреса и ссылки на ваших экранах. У нас с вами был Дмитрий Белькевич. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова